Еще каких-то лет 30 назад иметь в семье хотя бы один автомобиль было показателем роскоши. Сегодня же приобрести машину не составляет труда. Рынок вторичных транспортных средств пестрит предложениями, причем на разный кошелек. Но такая покупка – лотерея, и за приемлемым ценником может скрываться темная история. Чтобы не стать заложником ситуации, нужно провести детальное исследование будущей покупки, проверку винномеров транспортного средства, уникальной комбинации 17 символов. У каждого производителя свой шрифт и размеры цифр и букв. Большинство обращается к нам граждан и юридических лиц по данному виду исследований, чтобы провести установить идентификационный номер, идентифицировать автомобиль, чтобы в дальнейшем его зарегистрировать, либо снять в подразделениях ГАИ. Что касается статистики по изменению идентификационных маркировочных обозначений, то в данном случае порядка 40 было экспертиз, в которых было изменено идентификационное маркировочное обозначение, и порядка 10 уже было установлено транспортное средство, с которых производилось это изменение. На сверке эксперт проверяет основной идентификационный номер, который набит на металле под капотом, на раме под колесом или в салоне, а также дублирующие номера. Опытному специалисту, как правило, несложно отличить оригинал от подделки, хотя и они, подделки, с каждым годом становятся все более изощренными. Люди, которые занимаются данными изменениями, максимально стараются ухищряться, чтобы скрыть эти факты, по-различному подделывать, чтобы в дальнейшем эти факты максимально долго не могли быть обнаружены. В данной ситуации хотелось бы, конечно, граждан нацелить на то, чтобы при покупке автомобиля обращали внимание на простые, казалось бы, мелочи, которые характерны для автомобиля. Для начала сверить тот же цвет, тип кузова, модельный ряд, просмотреть год выпуска, который указан в техническом паспорте на автомобилях, тем данным, которые имеются в действительности в автомобиле. Сейчас есть много ресурсов и в открытой сети интернет, и есть представители дилерских центров, где можно, имея динкционный номер, запросить и увидеть ту информацию, которая должна быть в автомобиле. И, соответственно, уже придя к конкретному автомобилю, который вы наметили, увидеть это все, свериться и уже иметь представление, хотя бы первоначальное, общее, что вы покупаете, соответствует ли оно тем возможностям, тем данным, которые вы до этого просматривали. Однако бывают ситуации, когда такая экспертиза нужна лишь для того, чтобы просто подтвердить имеющиеся данные. Как правило, это касается тех автомобилей, чей срок эксплуатации больше 10 лет. Прещанин Валерий планирует продавать автомобиль, на котором практически изо дня в день ездил более 9 лет. Чтобы все было в порядке, он обратился к экспертам межрайонного отдела. В 2011 году приобрел автомобиль для маршрутного такси. Отработал на маршрутном такси, решил продать свой автомобиль. Решил снять в ГАИ, но не читался номер. Приехал, обратился к экспертизу, чтобы сделать экспертизу, чтобы читался номера, чтобы видно было, как это все. И снять с ГАИ, чтобы для дальнейшей продажи своего автомобиля. Если при покупке или продаже авто возникают вопросы, эксперт рекомендует провести соответствующее исследование, результаты которого прикладываются к пакету документов, чтобы после у продавца или покупателя не возникало лишних вопросов. Продолжение следует... Продолжение следует...